В Якутии станет еще меньше иностранных рабочих. В республике готовится очередной указ об сокращении количества иностранных граждан, привлекаемых на работу. На этот раз он коснется строительства и промышленности. Напомним, что в марте Егор Борисов подписал первый подобный документ. И первый, и второй указы должны защитить национальный рынок труда республики и способствовать снижению уровня безработицы. Тему продолжит Саргалана Захарова. Первый указ, ограничивающий привлечение мигрантов в определенные сферы деятельности, Егор Борисов подписал еще весной этого года. Тогда, как говорят в миграционной службе, он не был столь масштабным. Под него подпали транспортники, продавцы нестанциональных торговых точек и овощеводы. В общей сложности это чуть больше 200 мигрантов, а на этот раз сокращения будут более глобальными. На сегодняшний день трудоустроенно осуществляет трудоу деятельность более 3000 иностранных граждан. По патентам, это, например, граждане Таджикистана, Узбекистана, по полторы, по тысячи трудоустроены на сегодняшний день. В промышленности, это большая часть граждан Украины, там порядка 500-600 человек по всей республике. Одна из главных целей указа – снижение уровня безработицы в республике. На сегодня, по информации региональной службы занятости, в Якутии насчитывают более 30 тысяч безработных людей. Из них всего около 10 тысяч стоят на учете по безработице. В то же время на стройках, вероятнее всего, встретить иностранца, нежели чем представители местного населения. Только в этом году компании на разные виды работ привлекли порядка 2000 мигрантов. С принятием новых правил могут возникнуть проблемы, говорят в профинном министерстве. Но подстроиться по требованию со временем все-таки возможно. Мы этим будем заниматься с помощью учебных заведений, учебных комбинатов. Дети наши должны понимать о том, что наши дома красивые рождаются не благодаря директоров или менеджеров, а с помощью рабочих сил, таких как сварщики, бетончики, каменчики. Возводить даже крупные объекты без помощи извне – вполне реально. Пример перинатальный центр Якутии, который должен открыть свои двери уже совсем скоро. Сейчас идут завершающие работы по внутренней отделке и уборке помещений, как рассказал руководитель компании «Адгезия», которая возводит объект. 75% всех строителей в разные этапы были из местного населения. Привлеченные компании, как я уже сказал, за пределы республики – это 25%. Но там в основном россияне работают, потому что, опять же, это инженерный состав. Это достаточно высокотехнологичный вид работы. Соответственно, у нас таких специалистов в Якутске мало. Отметим, что указ коснется все же не всех приезжих специалистов. На стройках и промышленности останутся граждане Евразийского экономического союза. В него входят такие страны, как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.